Закон об установлении нового праздника Дня ветеранов воевых действий по инициативе партии «Единая Россия» был внесен Московской областной думой еще в 2022 году. Предложение единогласно поддержали депутаты законодательного собрания. В Видном уже во второй раз прошло торжественное возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Мы вспоминаем всех тех, кого уже сегодня с нами нет, тех, кто воевал в разных абсолютно вооруженных конфликтах, за пределами в том числе Российской Федерации. Но наши воины, наши бойцы всегда защищали главное – нашу Родину, нашу государственность. В мероприятии приняли участие представители администрации, депутатского корпуса и общественных организаций, ветераны боевых действий, волонтеры «Единой России» и участники «Молодой гвардии». Член боевого братства, видновчанин Юрий Ерзин, также почтил память павших воинов. В далеких 80-х он воевал в Афганистане, был старшим наводчиком самоходной установки, а сейчас помогает бойцам, находящимся на передовой. Много же было конфликтов вооруженных. И никогда русский солдат не упал в грязь лицом, всегда проявлял стойкость, мужество и героизм. Как и сейчас, идет специальная военная операция. Ребята молодцы. Руководитель оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаил Кононенко считает, что к подобным мероприятиям необходимо активно привлекать молодежь. Кто не помнит прошлого, того будущего не будет. И солдат погибает реально дважды, когда его убивают на поле боя, когда о нем забывают. Счастью, есть такие молодые ребята, есть организации, общественные организации, которые здесь присутствуют. Мы не забываем исторические даты. Кстати, воспитанники клуба «Ратник» только что вернулись из поездки по Тверской области, где работали на месте гибели 5-й дивизии народного ополчения. В ходе экспедиции были найдены и захоронены 116 бойцов. Такая работа «Ратникам» ведется на постоянной основе. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видное ТВ.